Читай кино! Под таким девизом северодвинцев призывали провести Библия Ночь. В этом году праздник торжества развернулся в семи библиотеках города. Чем организаторы удивили читателей и мою коллегу Марию Воробьеву, смотрите в следующем сюжете. Не каждый день читатели библиотек зазывают в гости Чарли Чаплин. Библия Ночь 2016 посвящена знаменитым фильмам и мультсериалам. Например, в Книжной Гавани заработала киностудия. Здесь каждый смог озвучить мультфильм, посетить мастер-класс по актерскому мастерству, получить шарж от художника. Я побывала на площадках, где монтировали кино, соответственно, на мыльных пузырях, на шарже. Мне больше понравилась площадка по мыльным пузырям, потому что там было больше впечатлений, потому что нас вставили в шары, мы вставали и над нами надували шары, и это было по несколько раз. И чтобы это понять, это надо там побывать. Праздник искусства в эту ночь устроили в семи библиотеках. На Победы 48 читатели отправились в путешествие по творчеству Николая Гумилева. На одной из остановок можно было посетить чайную церемонию. Самое масштабное действие развернулось на Ломоносова 100. В этом году Центральная библиотека впервые участвовала во всероссийской акции. Скажите, а зачем химики придумали искусственный снег? Для чего? Если летом соскучишься по снегу, можно такое сделать. Да, конечно, а ты как тут? Для закрытого катка. Викторины, конкурсы, мастер-классы прошли по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По сценарию сломавшаяся машина времени открыла вход в разные порталы. Этот фильм разошелся по фразам, в принципе, и вас вылечит, и нас вылечит, и всех вылечит. Вот таким образом из этой фразы родилась идея пригласить человека, спасателя, который бы умел научить, как лечить в экстренных ситуациях. Вот. Купцы заморские у нас приехали, они мы ярмарка. Тоже таким образом мы их связали, как говорится, в единую конву. Мистические головоломки, ликвидации черной магии и жмурки с вампирами в темном коридоре. На площадке ночной дозор. У гостей мурашки по коже. Отлично. Вы поймали вампира. Поздравляю вас. Можете снять маски. Это очень интересно, если ты вот этим участвуешь и проникнут этим духом. Если ты знаешь, о чем идет речь. Мне понравилось все. Я очень рад, что есть такие люди, которые это все организовывают. И нам приятно заботиться о том, чтобы люди проводили какое-то свое время, которое у них есть свободное, с пользой. В этом году на Всероссийском фестивале чтения около 800 северодвинских поклонников кино и литературы видели ночь и гуляли всю ночь до утра. Мария Воробьева, Владимир Богомолов. Вестник Северодвинска.